Всем привет, это канал Железные Магистрали, меня зовут Олег Васильев. В этом обзоре говорим о происшествиях на железных дорогах мира. К сожалению, на протяжении июля произошли ряд аварий разных масштабов с участием пассажирских и грузовых поездов. Причинами этих происшествий является несоблюдение правил эксплуатации подвижного состава, но и также свою роль сыграли природные факторы, такие как ураганы и наводнения. Жаркие летние скидки в магазинах Днепрэм. Наборы аккумуляторного инструмента, газонокосилки, отвертки, сварочные аппараты и другие инструменты ждут вас на сайте или на полках салонов мастерства Днепрэм. Заходите в фирменные магазины Днепрэм или на сайт по ссылке в описании ролика. В начале июля текущего года на австрийской железной дороге Муртальбан в реку упал вагон пассажирского поезда, в котором ехали студенты. Авария произошла якобы из-за дерева, которое упало на железнодрожное полотно во время урагана. Участок железной дороги, где произошла авария, проходит вдоль реки Мура. Это железнодрожная линия стандарта 760 мм, которая находится в австрийской коммуне Тамсвег. 7 июля поезд в составе трех вагонов следовал из штири в сторону Тамсвега. По версии спасателей, первый вагон поезда наехал на дерево, которое упало на пути после урагана. Вагон скатился с насыпи и правой стороной кузова упал в реку. В поезде находились 54 студента, 17 из них получили легкие травмы. Позже три пассажира были доставлены в больницу, спасательная операция продолжалась целый день. Природная стихия стала причиной еще одной аварии поезда, на этот раз в Бельгии. 16 июля сильные дожди привели к поводку на реке Мазбляд. Русло реки вышло из берегов и потоки воды достигли земляной насыпи, на которой находится железная дорога. Водой размыло железнодорожную насыпь на перегоне на Мюр-Орлон. В это время по линии следовал поезд в составе пассажирских вагонов. Это был засылочный рейс без пассажиров. С пути сошли два вагона. 16 июля в 4 часа утра в Селезском воеводстве Польши с пути сошли два вагона пассажирского поезда Вена-Варшава. Во время инцидента в поезде находилось 80 пассажиров. Очевидцы сообщили, что проснулись от сильной вибрации и шума. А что послужило причиной схода с пути двух вагонов, пока неизвестно. Движение на участке, где произошел технический инцидент, было остановлено. Среди людей пострадавших нет. Пассажиров поезда высадили из вагонов и предложили продолжить путь до Кракова в автобусах. 17 июля в Амурской области Российской Федерации произошло столкновение двух грузовых поездов. Судя по данным правоохранителей, у машиниста одного из составов произошел сердечный приступ. Поезд стал неуправляемый и столкнулся с локомотивом встречного состава. Лобовое столкновение поездов произошло на 51-м километре от станции Верхний Улак, участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. Погибли два человека из локомотивной бригады, еще двое получили травмы. С пути сошли девять грузовых вагонов, огнем уничтожены две секции тепловоза. 27 июля в Румынии на станции Фетешти столкнулись два грузовых поезда. В Министерстве транспорта заявили, что машинист поезда, который с перегона заезжал на станцию, был в нетрезвом виде и уснул. Грузовой состав проехал запрещающий сигнал и оказался на занятом пути, где стоял другой грузовой поезд. Также известно, что оба состава принадлежали частным железнодорожным операторам. В результате столкновения всего с пути сошли 18 вагонов и локомотив. На станции повреждены опоры контактной сети, железнодорожные пути. Было заблокировано движение пассажирских поездов на участке Бухарест-Констанца. 29 июля в Польше недалеко от станции Щецин произошло столкновение пассажирского поезда компании Deutsche Bahn с грузовым автомобилем. Самосвал, груженный щебнем, выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом. В результате столкновения с пути сошел первый вагон поезда. Из 50 пассажиров, находящихся в составе 8, получили различные травмы, в том числе машинист поезда. Полиция, которая начала расследование аварии, допросила водителя автомобиля. Тот заявил, что при подъезде к железной дороге не увидел из-за солнца красный сигнал светофора на переезде. 31 июля в Калужской области Российской Федерации пассажирский поезд столкнулся с цементовозом. Авария произошла на железнодорожном переезде однопутного участка Средняя Ферзикова. Водитель грузового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение. Тем не менее, поезд столкнулся на большой скорости с цементовозом. Это привело к сходу с путей трехколесных пар тепловоза. Машинист и помощник машиниста не пострадали. Среди пассажиров травмы получили два человека. 31 июля в Чехии в аварию попал пассажирский поезд. Происшествие случилось на железнодорожной линии в пределах города Немчицы над Ганой. Столкновение произошло в точке схождения двухпутного участка в однопутную линию. По предварительным данным, электровоз двигался в сторону стрелочного перевода и выехал в зону габарита движения пассажирского поезда. По какой причине машинист допустил проезд на запрещающий сигнал, неизвестно. Произошло столкновение с одним из пассажирских вагонов, который из-за сильного удара опрокинулся на бок. Машинист локомотива получил травму головы. Также в больницу доставили одного пассажира, который получил травму груди. Как видим, большая часть происшествий на железных дорогах происходит из-за невнимательности персонала и нарушений правил безопасности другими участниками дорожного движения. Если у вас есть видеоматериалы о происшествиях на железных дорогах, присылайте свои ролики по контактам, которые есть в описании этого видео. Также напоминаю всем зрителям, что поддержать канал Железные Магистрали можно разным способом. Это могут быть лайки, комментарии, репосты сюжетов в соцсетях, донаты. И также обращаюсь к зрителям, кто смотрит видео без подписки. Нажимайте кнопку подписаться, тем и также поможете в продвижении и развитии канала. Желаю всем приятных путешествий по железной дороге и увидимся в следующих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok